короче сижу себя как всегда спокойно жру и слышу бум-бабах короче короче вот там в коридоре у меня всегда горит лампочка вот всегда я ее даже не выключаю ну и видимо пришел ей финиш слетел от этот плафон что-то там расплавила скорее всего хорошо хоть не ночью ночью вообще обкакалась бы и короче хрязь на мелкие осколки и скорее всего шоу-то сердцевинка осталось там ну просто слетела стекляшка в общем я такая аж шоколадка это вот так вот а тут же именно радовница то за ну послезавтра и вот это все короче она и так пугает а тут еще короче слетают эти лампочки а я еще слышала шоу так о себе дают знать души я такая короче офигела даже ну страх есть но он куда-то уже ушел потому что ну шо делать взяла включила фонарик пошла позаметала осколки пакет мусорный ну просто так хрязь нас хрязь 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 и на мелкие осколки в общем короче это уже обычно такие приколы пыталась в ванной лампочку лучше подкрутить но нифига жена не включается не включается надо кого-то вызывать потому что блин уже вообще будет везде темнота надо наверно просить кума чтоб пришел и что-нибудь сделал потому что больше некого если вызвать электрика то запросят столько шо офигеешь сижу себе топчу наелась как раз закушиваю шоколадкой тут хлобысь короче нежданно не знаю так если но мне неудобно соседей звать потому что как-то неудобно мне найти то без проблем нужно в интернете найти даже но даже 5 марокко короче напугала меня я такая говорю ну молодец и так страшно еще мне тут пугаешь лампочки слетают хотя того следовало ожидать ну сколько же может гореть лампочка бесконечно я никогда не включаю как теперь спать придется свет не выключать в комнате ну если честно я испугалась теперь надо шептать а вот тут тут фу вот что только потому что я же не думала что там что-то упадет такой звук бум бум оторвалось блин граната я себе тут думаю разном а политики жую размере на она блин пугает и штыру чего ты пугаешь о там прыгаешь ой короче а подоживем я уже хочу жить у польши чтобы там уже по соседству были шурхались люди не так страшно было тоже мне вот это вот и короче пожизненный этот страх и также пришло что из детства начала бояться этих темных комнат с 12 лет после ухода бабушки как увидела ее неживую так сказать в этом в зале так и все у меня короче конечно трясанула я постою этой комнаты боялась а ее даже закрывала часто просто закрывала если оставалась одна и там и было в комнате тут ближе кухни сейчас у нас эта комната превратилась кухни а тут еще тоже пришлось еще еще и все прыгает падает короче пугает так это хоть лампочки перестали гореть а раньше что у меня они вообще горели на всех местах жительства где только можно это тут как-то больше дерево так статическая энергия это электричество как-то меньше а тоже вообще мне всегда все горело тоже не было сил никаких включаешь свет просто идешь из размаха включаешь бац сгорела нам . офигеть блин и такое же зло это уже блин пожизненно проблема у меня с этими лампочками кстати могу сказать что это началось наверное все таки после мнения не после операции это еще до операции было я вспомнила жила на 1 квартире в частном доме все же не включу все сгорало просто просто это как-то тут сразу перегорели там в зале и как-то перекрутили и слава богу тут-ху-тху стучать они нормально были теперь начали вот это наверно в коридоре это второй раз по моему перегорает но потому что она мне бесконечно горит включена в ванной первый раз перегорела но хозяйка говорила что тоже принято перед них перегорала но это мне надо позвонить хозяйке сказать сказать приходит придет хозяин но он так разбирается как и я потому что я знала в общем короче страшно сейчас уже отошла немного но от первого шока и какой-то страх блин задолбала тут только успокоилась на тебе блин лампочки прыгают вообще уже сдурели придумали прыгать идите прыгайте куда-то там где толпа людей чего вы прыгайте где я одна хотя тут лампочки горят и ну подъезде ну то есть там где большая нагрузка на лампочки они не выдерживают лампочки такие теперь надо вот тут вот как детей только напугается вот не знаю зачем это делали но так когда-то когда испугался так так как делали отшептывали реально я помню мне бабушка наверно делала упала там испугалась ну в общем впечатлительным людям тяжело даже простая взрыв лампочки уже короче стресс она руки потеплели как-то до этого были холодные наверно кровь прилила быстро от страха не так сижу тут у себя на стульце такая жую жирю грябысь короче и разлетелось осколки бей посуду я плачу ладно все всем доброй ночи короче лампочки нету в туалет теперь ходить страшно мало то что в туалете нету теперь еще коридоре нету горло начала болеть зло берет короче такие то дела больше никаких новостей нет не знаю что я буду с горлом делать может сейчас пополоскать его задолбал чего она начала болеть значит здрасте значит он тыц мантыц захотела и заболела и вообще холодно так короче ну в смысле сейчас еще более-менее нормально просто как-то вот это зиму эту и весну как-то холодно просто я не могу нагреться плюс еще и спать хочу все уже 11 часов у меня начинают беньки слипаться хоть спички ставлю и теперь в туалет страшно ходить я поняла от чего мне гоняло это ну типа как мочевонка от редиски перестань и от капусты наверно от этой салата зеваю больно горлу короче такая фигня надо полоскать оленьки не хочется даже вообще сон накатывает прямо тут сидела нормально тут уже все спать сейчас пойду еще померяю давление какое мне интересно давление сейчас на данный момент в данную минуту а вообще все хорошо все хорошо будет еще лучше это однозначно уже вы знаете подходит к середине месяц май тут блин уже сейчас пролетит этот май как блин три секунды и тут уже бас и июнь а за июнем уже хопа июль а в июле уже я лечу в италию в общем такие то дела ладно хватит девать ничего когда-то все пройдет столько раз уже проходила человек в этот раз тоже все всем короче спокойной ночи и пока до завтра